Встреча с высшим образованием До 79 лет составляли около 15%, с основным более 60%. И сейчас место этого уходящего поколения заняли те, у кого образование гораздо лучше. Между тем прослойка женщин с высшим образованием продолжает неуклонно увеличиваться. Эта тенденция наблюдалась и 10 лет назад. Но если в 2000 году разница в наличии высшего образования составляла 6% в пользу женщин, то в 2011 году разрыв увеличился до 12%. Анализируя образовательный ценз по регионам, специалисты обратили внимание на довольно неприятную тенденцию ВИДА-ВИРУМа. Регион, где в советское время было сосредоточение промышленного потенциала, славился своей высокообразованной технической интеллигенцией. ВИДА-ВИРУМа одно такое, там с высшим образованием люди, которые уже постарше. Значит, это что меньше 30 лет с высшим образованием где-то 7%. Это очень мало. Это, по-моему, даже самый низкий уровень в Эстонии. Это значит, что эти, которые идут учиться в другие места, или в Таллине, или в Тарту, или в заграницу, они не вернутся в ВИДА-ВИРУМа, а они найдут себе рабочее место где-то в другом уезде, или в другом стране. Насчет перспектив, это, можно сказать, вольнующая тенденция. Техническая интеллигенция Северо-Востока говорила по-русски. Сейчас воспроизводство по принципу высшего образования среди русских там крайне слабое. А эстонцы в Йихве, Кохтлоярве и Нарву на работу не стремятся. Так что через 10 лет, по причине естественного ухода еще одного поколения, большой регион может образовательно сильно потерять. Пока же ситуация по стране выглядит неплохо. Треть населения Эстонии имеет высшее образование. И на этом фоне даже цифра в 3,5 тысячи жителей с начальным образованием не пугает. А вот полторы тысячи не умеющих писать, специалисты списывают на заболевания, которыми объясняются подобные исключения. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok